Всем привет! Сегодня поговорим о ЭКГ при стенокардии. Видео создано при поддержке сайта medaniver.com. Главными ЭКГ-признаками стенокардии обычный момент приступа является изменение сегмента СТ и зубца Т. И все это говорит нам о ишемии миокарда. Изменение СТ-сегмента может быть двух видов, либо в виде элевации, либо депрессии. Чаще мы находим депрессию. Теперь нужно определить, как же правильно найти эту СТ-депрессию. Предположим, наше ЭКГ выглядит так. Проводим изолинию. Наша цель найти точку G. Она должна быть в конце зубца S. Приблизительно здесь. Дальше мы складываем 0,08 секунд и проводим перпендикуляр к изолинии и получаем точку I. Это расстояние мы будем считать как СТ-депрессия. Она будет патологичной, если будет больше 0,5 мм в двух смежных отведениях. Если больше 1 мм, то прогноз будет хуже. И так с каждым миллиметром и отведением проценты на выживание падают. СТ-депрессия бывает косо-нисходящая, горизонтальная и косо-восходящая. Но последняя, собственно, очень низкоспецифична для ишемической болезни сердца. Также может быть выявлена приходящая инверсия зубца Т. Помним, что патологически зубец Т ниже изолинии там, где зубец Р смотрит вверх. Эти критерии свидетельствуют об одном – о субэндокардиальной ишемии. Но если мы видим элевацию СТ-сегмента, то это уже признак трансмуральной ишемии. То есть задета вся стенка миокарда. Это очень плохой прогноз и может закончиться именно инфарктом. То есть это не приходящее состояние, а уже, собственно, некроз миокарда. Выявить СТ-депрессию не так-то просто. Мы должны поймать ее либо во время приступа, что бывает очень редко, либо с помощью холтер-мониторирования. Вне приступа у человека с ИПС может быть абсолютно нормальная электрокардиограмма. К счастью, у нас есть специальные нагрузочные тесты, такие как велоэргометрия, трэдмилы или пробы с дубитамином. Сейчас их очень много. И теперь перейдем к примеру. На пленке сразу бросается в глаза в первом, втором, В4, В5, В6 отведение депрессии сегмента СТ. Но ее нужно еще измерить. Давайте рассмотрим поближе. Ищем по нашему алгоритму точку G. Здесь зубца С практически нет, поэтому эта точка будет конец зубца Р. Отмечаем 0,08 секунд и проводим перпендикуляр. Получаем точку И и соответственную величину депрессии. Здесь это примерно 2 мм. Плюс есть смешные отведения. Поэтому с уверенностью можно говорить о ишемии. На этом все. Спасибо за внимание. Видео создано при поддержке сайта medaniver.com Субтитры создавал DimaTorzok